ну что приступим в первую очередь я хочу вам огромное сказать спасибо что вы сегодня здесь те кто на онлайн эфире те кто смотрит сейчас это в записи спасибо что вы не безразличны к своему самообразованию это просто большое большое уважение молодцы ну и конечно же я хочу вам всем вас всех попросить в первую очередь оставить все дела которые находятся вокруг вас уделить это часик для себя для своего самого развития послушайте человека который скорее всего вам даст какие-то умные инсайты которые вы можете применить своей работе ну и конечно же я вам рекомендую занять позицию ученика и позицию ученицы потому что это важно для того что вся информация была для вас сегодня полезная тем более я буду давать это все не придумано из потолка сейчас расскажу ну что расскажу о себе кто меня заняты не знает тем не менее я иван смирнов эксперт в продажах и управления с опытом 17 лет мой основной опыт работы такой как эта компания евросеть управлял командный более 100 человек это крупный ритейл то прошел путь стажера продаться и до замдиректора по продажам управлял 20 21 салон было в моменте под моим управлением как компания хофф это был стартап в москве мы запускали первый гипермаркет на новой риге там отличный был у меня опыт именно европейский ну и конечно самый релевантный сейчас опыт для индустрии фитнес это компания world class управлял позиция руководителя сектора продаж управлял я 11 клубами также были клубы в подчинении не подчинение в кураторстве моем это фрайчайзинговые и собственные москве ну и конечно же два раза ездил в сша там я проходил обучение на версии и очень много инсайтов там получил за хорошие результаты в работе и я там впитывал полезную для себя информацию которую дальше применял в своей деятельности вот также была после ворклассе поработал семь лет после этого пути отличного воркласса у меня был путь в компании москву tesla club я был директор по продажам по продажам электрокаров tesla одним из достижений у меня был плюс 35 процентов в обороте представляете за примерно месяц-полтора за счет чего потому что я свой свой подход к продажам наверное транслировал своей команде там тренинг по продажам и прочитал свою компанию rush discovery это туризм внутрилась внедрил свою систему мотивации на сегодняшний день я предприниматель работаю на себя в свободном плавании мои основные продукты на сегодняшний день это курс по продажам для тех кто продает для отделов продаж для менеджеров по продажам для экспертов и и даже для руководителей которые хотят вообще этот этот навык получить как сказал совладелец компании amasrm для того чтобы быть успешным нужно обладать нужно хорошо разбираться в двух направлениях это в навыках продавать на продаж и навык менеджмента и коммуникации второй мой продукт который я очень уважаю люблю это умное управление я сделал эту программу для управленцев которым нужно свои компетенции развивать почему потому что они управляют команды команды это самый основной ресурс это самый важный актив и к нему нужно основной подход как выбрать как вы обратили внимание во всех компаниях которые я сказал выше я был управленцем поэтому знаю по ней на практике знаю как быть хорошим управленцем и потому что в моем багаже опыта различные бизнеса различные направления и различные сегменты ну и конечно же аудита делу продаж это для того чтобы понимать так сказать что лечить и так о чем с вами сегодня поговорим да ирина спасибо за ваше спасибо о чем сегодня поговорим кстати если будут какие-то вопросы в чате сразу вам скажу да в конце я время останется с удовольствием их на них отвечу чтобы мне не отвлекаться моменте моей так сказать презентации для вас о чем мы сегодня поговорим мы сегодня поговорим как сформировать в первую очередь сильную команду это боль я боль не поненаслышке и хочу вам об этом рассказать кто ту команду которая будет работать в первую очередь у вас по любви и с высокой эффективностью наверное это самое главное на сегодняшний день любого управленца миссия какие основные темы я сегодня с вами затрону первое это тайм-менеджмент что такое и как его улучшить на более и проблемы сотрудников основные основные боли и проблемы руководителя конечно же критерии умного менеджера что такое умный менеджер что такое управление в том ключе которое должно быть в современном так сказать мире ну и конечно же формула успешной команды расскажу про продуктивность расскажу про того про то как растить сотрудников и конечно же способы как стать сильным руководителем с сильным руководителем и так почему эти темы вам сегодня хочу анонсировать и о них рассказать их раскрыть почему потому что когда я выхожу и обучаю команду продажников вне зависимости от ниши и управления и вне зависимости от продукта я вижу что основной корень успеха и и наверное для того чтобы полученная информация заработала дальше на отличность наверное львиную долю зависит от управленцев очень сильно зависит от того как непосредственно руководитель с этой информации будут работать и насколько они будут дальше эту эстафетную палочку за мной держать в руке крепко потому что от вас очень сильно зависит если если не если несложно вам напишите в чате край глаза посмотрю кто сегодня на эфире кто смотрит руководитель менеджер собственник бизнеса вашу позицию вашу должность на сегодняшний день я хотя бы буду понимать с кем я сегодня здесь и так начнем вся информация сегодня это конечно же это выживка выжимка из моего опыта из опыта моих команд которые проходили на своем так сказать веку моя практическая насмотренность действительно реальных кейсов это не книжки это реальная жизнь и только самая полезная суть при которой применяется в реальной жизни просто философии бери и делай вот так я сегодня вот вот такой у меня сегодня позиция бери и делай это будет здорово всего за час и получим много инсайта не могу не сказать если у вас что-то сильно откликается вам сильно понравилось от сегодняшнего выступления и те кто будут смотреть записи я буду очень вам признателен если вы в соцсетях вот кстати qr-код моей моей соцсети вы будете отмечать меня в stories мне будет приятно почему и так перейдем к важной теме кто не успел вот это qr-код кстати как такой лайфхак если вы сейчас смотрите это с телефона не с компьютера вы можете сделать принскрин экрана потом когда вы заходите в фотографии вы нажимаете на сам qr-код и открыть через сафари или через янекс и вы попадаете в эту страницу если вы на эту соцсети попадаете нужно включить vpn и так далее тайм-менеджмент тайм-менеджмент что такое в первую очередь хочется сказать чтобы мы были все настроены в одном в одном информационном поле с вами были тайм-менеджмент это в первую очередь умение эффективно управлять своим временем своим временем и задачей для достижения поставленных целей вот это вот это то самое словосочетание ну и конечно какие остальные принципы первый принцип который хочу вам сегодня с которой хочу с вами поделиться это принцип установления приоритетов знаете есть такие задачи в приоритете это abc задачи и конечно же всеми известны эйзенхаурова в помощи задача по срочности по важности распределять ладно эйзенхауру мы сейчас не будем брать я хочу сказать более подробно наверное сейчас про техника abc есть задача abc а это самые важные от которых сейчас для вас для руководителей зависит наверное исход просто принятие вашего решения и конечно же самое наверное знаете что не неправильно решение это не принято решение задачи на за решение нужно принять есть задача а поэтому я выделил сейчас ее ярко-желтым цветом ваша задача делать задачи только под статусом а который является важными на сегодняшний момент поэтому те задачи которые bc и так далее старайтесь их ну что делать делегировать конечно же основной принцип это планирование планировать задачи это на на день на неделю на месяц на год на квартал для того чтобы понимать наше движение знаете есть один раз я дал рекомендацию такую-то вам лайфхак для для тренеров для тренеров ну представьте тренер берет в работу себе нового подопечного нового клиента который ну естественно захотел допустим похудеть конечно же для того чтобы но задача тренера для того чтобы он с тобой было в долгую желание тренера чтобы он приходил завтра и последующие все этом тренировки чтобы он так сказать был постоянным продленцем для вас как для тренера но мне кажется очень хороший лайфхак когда тренер до тренировки возьмет сфотографирует конечно же с его разрешение как он выглядит сейчас и потом там через месяц через квартал будет показывать также фотографии и их сравнивать во-первых это очень большой наверное подспорье и подстегивание для тренера чтобы он делал тренировкой эффективно чтобы клиент видел результат а для клиента это визуальный результат у нас ого круто а я даже не мог себе понять что я так быстро похудел у меня убрали все пока поэтому это так к планированию когда мы можем когда мы видим постепенно результат под достижение в третье это делегирование для наличия воздуха руководителей делегировать свои задачи чтобы был воздух для принятия решения что у вас просто было время какое-то вы сели и подумали куда мне дальше вести команду куда мне дальше вести бизнес вот и поэтому это этим нельзя пренебрегать ни в коем случае четвертое это управление разрывами штука управление разрывами это минимизация перерыва в работе устанавливая временные рамки для ответов на электронной почты вы устанавливаете временные рамки как отвечать на звонки на другие формы коммуникации в мессенджерах для на собрании чтобы был везде четкий так сказать временной временные так сказать отрезки чтобы это не выходило на поболтать пятое это использование технологий что такое использование технологий для облегчения конечно в первую очередь формирование ваших задач и управление временем это какие-то удобные календари это удобные приложения различные сервисы типа там трейлы и так далее и так далее потому что чтобы все ваши мысли полезные мысли были у вас всегда под рукой и все это делалось легко удобно же когда у вас удобный сервис есть конечно вот например а я любые свои какие-то дела все дела личные профессиональные неважно я все заношу себе в календарь всегда для того чтобы у меня была понятная загрузка чтобы я мог понять что в какой день я могу сделать чем могу пренебречь для того чтобы так сказать в моменте не было никакого стресса пятое это конечно же отдых важный момент нет отдыха нет работы ведь часто наблюдая руководителей наверно с вечной загрузкой в кавычках вечная просто значит руководитель я давал наверно позвучи на этом сервисе лейkiturs их мир поэтому посмотрите на очень интересно для руководители как вообще влиять уже на занятостью на работу, на результат. А седьмое, что я хочу отметить, кстати, если вернемся к отдыху, отдых – это обязательно, понимаете? Это обязательно, это как важная задача любого управленца. Отдых – это неотъемлемая часть. Если вы сейчас уставший, то и ваша команда копирует вас, точка. Седьмое – постоянное самосовершенствование. Кстати, тот, кто сегодня здесь и будет слушать в записи этот эфир, это уже седьмой пункт, вы хорошо к нему идете, постоянно самосовершенствование. То есть нужно ценить свои методы тайм-менеджмента и постоянно стремиться и улучшать их. Круто. И, конечно, самый, наверное, рабочий пример из практики, который мне очень нравится, нравился. Я вижу, что моим командам, моим людям это очень хорошо заходило. То есть рабочий пример из практики, как формировать свои базовые задачи по дням. Вот есть неделя, понедельник, вторая, середача, 4-5 суббота. Допустим, в понедельник я занимаюсь отчетами. Вторник у меня день прослушки звонков. И там смотрю, какие-то алгоритмы, как люди выполняют, как требования выполняют. Среда у меня работа с CRM. Четвертое, у меня бюджетирование и сторонние какие-то подрядчики. По пятницам я делаю собрания и встречи с командами и работаю с ними, выборочные тет-а-тет, разбираю на атомы предыдущие какие-то отрезки, как мы отработали. Неважно, главное, чтобы каждый день вашей недели был чем-то приурочен. Если у меня сегодня понедельник, и сегодня я занимаюсь условно, условно, для примера, я слушаю звонки отдела продаж, как у меня менеджеры работают, значит, сегодня этот фокус, которым я точно буду заниматься, будь то какие-то отвлекающие моменты, задачи БЦ, я могу их отсеивать, переводить на вторник, среду, четверг, на четверг, но сегодня моя задача А это это. То есть вам важно, чтобы с понедельника по пятницу ваши задачи А были распределены. Тем самым мы, представляете, за неделю закрываем весь пул вопросов. Почему это важно? Потому что я замечаю, когда руководитель, который хочет всем быть хорошим, начинает делать работу и всем угождать. Все, это рушит эту систему. Значит, в какую-то неделю вы пренебрегаете очень важный вопрос, допустим, не поговорили с своей командой. А это основная задача управленца, наверное. Дальше. Мудрая мысль номер один, которую я хочу вам сегодня донести, это очень важно осознавать и чувствовать, что дела закрываются и решаются. Это очень важно осознавать. для того, чтобы себя поблагодарить. Значит, дела, которые я себе поставил, они мне нужны. Если у вас в календаре есть задача, например, провести встречу с моими линейными руководителями, которые у меня впечатлили, либо провести встречу с каждым менеджером по продажам. Даже мелкие какие-то задачи на сегодняшний день, если вы увидите, что они закрываются галочками, вы будете себя чувствовать все меньше с меньшим стрессом. Важно, еще раз, важно осознавать и чувствовать, что задачи и дела закрываются. Это нужно визуализировать либо в календаре, либо у вас в ежедневнике и так далее. Ставить галочки и так далее. Ну и, конечно же, это все делается только через четкое планирование дня, день за планированием, день планировать можно либо с утра, либо с предыдущего речи. Мыдрая номер два. Много сил уходит на организацию самого труда, представляете, чем на сам труд. Поэтому возвращаемся к предыдущим моим, так сказать, инсайтам, что свою работу максимально нужно упростить и для того, чтобы организация труда для меня была простой. Это различные сервисы, о которых я говорил. Поэтому в таком случае уровень выгорания, стресса и усталости очень высокий, если вы дольше запрягаетесь, чем решаете, чем делаете саму работу. Ну, конечно, второй важный вопрос. Это хочу разобрать свои боли сотрудника руководителя. Ну, это для робопов, для руководителей любых отделов. Боли сотрудника руководителя. Первой болью, это мне ни разу не давали обратную связь по моей работе. Представляете, как я сказал ранее, я очень часто пересекаюсь с линейными руководителями, которые хотят обучаться навыкам управлять командой. Кстати, очень хорошо, что это происходит. И мне, представляете, руководители, руководители отделов продаж, руководители каких-то подразделений, руководители каких-то отделов и так далее, мне дают такую обратную связь. Просто вдумайтесь, мне ни разу не давали обратную связь по моей работе. То есть, у его вышестоящего руководителя этим не занимается. Нонсенс, конечно, нонсенс. Если вы, сегодня вы есть, кто слушает из руководителей, обратите на это внимание и по работе ваших управленцев в хорошем, конечно же, тоне давайте об этом, корректируйте его работу. Вторая боль, которую я слышу, которой со мной делились люди, меня неожиданно кинули, окинули в эту позицию руководителя. Окунули, простите. И, конечно же, это сразу же вопрос к тем, кто это сделал. То есть, мы даем руководителю управлять важным направлением, командой, а он даже не знает, как это делать. Нонсенс. Ну, если это по бизнесу ситуации произошло, то вернитесь обязательно к этому. Слушай, мы, прости, что так экстренно так получилось, что нужно было брать в своеобразное управление команду. давай мы с тобой сейчас распишем какие наши отрезки по достижению наших каких-то компетенций мы с тобой идти. То есть, маршрут расписать. То есть, обязательно должен для руководителей план адаптации обязательно. Вы что? Там же столько направлений, которые он должен обладать. Третья боль, с которой я часто сталкиваюсь. Но я не владею управленческими навыками и мне не объясняли, меня не учили. Мне так говорят, когда я провожу некие там тестирования и диагностику уже руководителей. Как вам такое? То есть, они работают по наитию. Тоже нехорошо. Это означает, что они, знаете, как огниво. Не дай бог, искра и все, и вспыхнет. Я как брошенный котенок в начале пути, и сейчас. Представляете? Я как брошенный котенок. А брошенный котенок будет отдаваться с высокой дачи? Вряд ли. Проблемы с коммуникациями в команде и сотрудниками. Спасибо, что со мною они делятся такой обратной связи. Она действительно очень важная. И значит, ему, этому человеку, нужно помочь. Не говорить, ну ты руководитель, вот ты и решай. Нет, ему нужно помочь. Она действительно в этом не разбирается. Либо отправить на обучение, либо его помочь из своего опыта, но закрыть эти боли. Даже маленькие проблемы. Вы знаете, в бизнесе маленьких задач, маленьких проблем не существует. Бывает, маленькая какая-то червоточинка в работе, она может повлиять на исход вообще всей его деятельности. Либо он может вообще напрочь сгореть и не вернуться, либо может уволиться, уйти, не дай бог будет саботировать. А подрыв лояльности в команде это хуже войны. Вот, поэтому войны в кавычках. Потому что если война происходит в отделе продажи, грязня происходит между сотрудниками, блин, вернуть дальше к позитиву будет очень непросто. Сотрудники не воспринимают меня как руководителя. Вот так. Вы знаете, я таких случаев знаю достаточно. Вот мне приходится таких управленцев реанимировать и начать вообще с самых азов. Да. Для того, чтобы была в первую очередь и работа с уверенностью и так далее. Большие трудности с делегированием и тайм-менеджментом у меня. Это, наверное, топ-3 боли. Почему? Потому что они бросаются делать все. Хотят быть для всех хорошими. Хотят сделать все задачи, потому что ко мне же как руководитель обращается, я должен это все сделать. Нельзя этого делать. У вас для этого команда, которая должна быть для вас помощниками. Руководитель это управленец. Управленец всеми ресурсами, которые вокруг него происходят. Не понимая, что не так делаю. Тоже часто встречающаяся боль, не понимая, что я не так делаю. Он делает, 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 потом бац, ему дают просто, а если дают обратную связь, он говорит, что, блин, ты плохо сделал, я вообще не понимаю, как можно было так сделать. А он даже не понимает, как надо. Поэтому вопросы и встречи с вышестоящим руководителем должны быть как минимум раз в месяц. Минимум. А то и хотя бы быть для него помощником, не знаю, раз в неделю хотя бы на начальном этапе. Непосредственный руководитель не помогает, а направляет меня от футболия к наставнику. Слушай, у тебя есть наставник, вот к нему и обратись, что ты ко мне пришел. А этому сотруднику, которому меня отправлять, я ей не нужен. Все, это вот просто, ну, я считаю, что это просто нонсенс. Нонсенс в чем? В том, что, во-первых, либо этот наставник не ждет такого человека, который к нему может обратиться, либо руководитель для него просто не авторитет, он его не понимает, зачем он его отправляет туда. Вот и все. И, конечно же, я, например, мне, как управленцу, который часто жалуется, не дают возможность задать любой вопрос. Ого! Представляете? Мой вышестоящий управленец, мой руководитель не любит и не хочет слышать у меня никакие вопросы. Нельзя. Нет руководителя рядом. Тоже жалуется, постоянно нужна поддержка. Вы знаете, можно, конечно, говорить, да, они сами такие, неважно. Давайте сначала вот эти все боли закроем, их проговорим для того, чтобы нам хотя бы работать. Вот это все, кстати, то, что я сейчас озвучил, это все идет в копилку подготовка, чем сама работа. Это же подготовка. Представляете, сколько много ресурсов должно уйти для того, чтобы все это решить. Я на своих курсах, конечно, все это решаю за вас, да, я все это, вам это помогаю, я это все могу довести до ума, но это нужно потратить много времени и сил, чем сама работа. А работа руководителя, это, конечно же, масштабирование бизнеса, рост прибыли. А растить прибыль с такими проблемами, ой, как тяжело, и риски огромнейшие. Ну и, конечно же, полный список боли, решений их, у меня в моей программе есть, поэтому, поэтому так. Итак, боли руководителя собственника, это боли руководителя сотрудника, это боли руководителя собственника, более вышестоящего, я вообще чаще всего это SEO минус один, либо SEO минус два на позиции. Итак, номер один. На рынке труда нет достойных кадров, или как найти лучших? Это я слышу. Это решается, в первую очередь, сильной адаптацией внутри команды, у вас должен быть сильный кадровый резерв, у вас должна быть корпоративный университет, если его нет, то должны люди, которые постоянно обучают вашу команду, вот, и, конечно же, сильный HR. Второе, высокая текучка, в том числе, в период испытательного срока, часто встречающаяся боль, она, кстати, вытекает из предыдущей. Как работать с теми, которых постоянно хочется уволить? Часто слышу, да, увы, это происходит, но здесь нужно, ну, подход комплексный, да, понимать, сейчас мы решили, даже за час, за день не сможем. Системно не выполняется план. Неуправляемый сотрудник, хороший показатель, что делать? Вот что делать, когда сотрудник неуправляемый, но хороший результат? Слабый роб, менять, учить или признать, что делать? Уволю. А кто тогда будет работать-то? В таком случае, ваш бизнес, в руках сотрудника, понимаете? Если такая ситуация происходит. Сейчас сотрудники другие, вот раньше были, ой, в мое время, когда я работал на его позиции. Мотивации людей не мотивировать или какую мотивацию сделать, чтобы она действительно работала сама по себе и не приходилось людей постоянно подогревать? Страфовать или нет? Вот это все, это все большая работа с каждым вопросом, даже с приведенных здесь, а это, наверное, топ, выжимка, с которой я часто встречаюсь, с которой со мной делится, нужно прорабатывать. Я за это берусь. Полный перечень вопросов, кстати, вам в помощь, помните, когда мы разбирали тему найма сотрудников? Не буду сейчас затрагивать тему, как подбирать, как собеседовать и так далее. Вот вам в помощь. Это в помощь полный перечень вопросов, которые можно задавать на собеседованиях, когда вы ищете менеджера по продажам, когда вы ищете руководителя отдела продаж. Эти вопросы вам помогут выявить явные истинные какие-то компетенции сотрудника, поэтому сканируйте, фотографируйте, переходите в мой телеграм-канал, забирайте этот файл себе в помощь и пользуйтесь им. Что это за файл? Конечно же, вопрос задать корректно можно в любой момент, это одна боль. Но и самая важная, львиная задача грамота интерпретировать ответ. Грамота интерпретировать ответ. Поэтому из всего этого перечня выберите самые, наверное, топ-3 откликающиеся для вас вопросы из моего списка и ими воспользуйтесь. Потому что под каждый психотип подходит свой вопрос. Еще раз, либо сканируйте код, переходите в телеграм-канал, скачивайте этот файл. Кстати, вы подписывайтесь на телеграм-канал, там я часто много полезной информации транслирую и для менеджеров по продажам, и для управленцев. Вообще все, что связано с продажным управлением, я стараюсь там выкладывать, писать интересные вещи, вам будет интересно, полезно, пользуйтесь. Вот, и конечно же, а, еще раз лайфхак, повторюсь, кто не расслышал, если вы смотрите с мобильного телефона, делайте принтскрин своего экрана, переходите дальше в фотографии, заходите в эту фотографию этого принтскрина, нажимаете, так, удержанием на этот QR-код, переходите через Safari, открыть, перейти на телеграм-канал, так тоже можно сделать. Вот. Все, надеюсь, все сфотографировали, забирайте. Там, кстати, много файлов интересных, и далее буду выкладывать всякие полезные полезности, и там есть топ-5 ошибок в продажах, тоже скачайте себе файл, ну, прям очень полезный, прям, не знаю, если бы я, в мое время была такая информация, я был бы очень благодарен, почему? Потому что я это все делюсь с вами, исходя из моего опыта. Итак, перейдем к критериям умного менеджмента. Что же такое умный, 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 умный менеджмент? Умный менеджмент, это, конечно же, тот менеджмент, когда 80% времени руководителя это работа с людьми и командой. Ценнее, чем твои люди, ценнее, чем твоя команда, у руководителя быть не может. Почему? Потому что именно эти люди приносят прибыль, именно эти люди общаются с клиентами, именно эти люди двигают компанию вперед. Ну, давайте на примере, на примере руководителя отдела продаж и его менеджера по продажам. Основная задача руководителя отдела продаж, это, в первую очередь, не заниматься продажами. Это нужно просто быть, чтобы быть в тренде, если вы этим занимаетесь, чтобы понимать, что сотрудники просят, если, допустим, играющий руководитель. Но 80% времени этого руководителя это слушать звонки, это отсматривать, как работает алгоритм в продажах. Потому что, если, допустим, если у вас в отделе продажи есть скрипты, шаблоны, я к ним не совсем позитивно отношусь. Почему? Потому что сотрудники не все умеют работать с скриптами, шаблоном, потому что они вопросы видят, как вопросы ради вопроса, но даже не понимают и не слышат ответ, который дает клиент. Ну, ладно, это все частности нужно понимать и разбираться с контекстом. Вот. Это слушать звонки, корректировать эти, это ходить по турам, если говорить о руководителя отдела продаж. Это посмотреть, как они работают с всей ремкой, как информацию они заполняют. Работать с теми вопросами, которые есть у сотрудников. У сотрудников вопросов масса. Его беспокоит, а могу ли я отпроситься на час через три дня с работы, потому что мне нужно отвезти ребенка в больницу. И он боится с этим вопросом подойти, потому что мой руководитель к этому относится ужасно. И его, вы знаете, с этой мыслью живет, его это может, и он потухший ходит, как же подойти, думает на текущий момент только об этом, а уж тем более не о том, как работать и повышать продажи. Вот. Поэтому задача такого руководителя быть всегда в контексте ваших всех людей. Если у вас система мотивации не позволяет этого, чтобы руководитель занимался 80% времени своих подчиненных, своих сотрудников, значит, нужно ее пересматривать. Ну и самое главное, это надо правильно ставить фокус на такие управляющие. Это вот критерий, который, пожалуйста, обратите внимание, часто вижу перекосы. Очень часто вижу перекосы, когда, ну, блин, у меня сейчас вообще план горят, а если план горит, значит, я сама должна бросаться за продажи. Но в этом моменте вы лечите, вы убираете просто симптомы, вы не лечите болезнь в воде и продаж. Из-за этого текучка, из-за этого недовольство, недовольство, усталость перегоряет не только твой сотрудник, перегораешь и ты на работе. Ну, очень много от этого вытекает обстоятельств и проблем. Второй критерий умного менеджмента. Руководителю хочется сформировать такую атмосферу, чтобы сотрудник не боялся давать новые идеи и чтобы не боялся ошибаться. Вот над этим надо тоже очень сильно работать. Почему? Потому что, ну, наверное, это не секрет, часто на языке у людей говорят, ой, лучше бы я промолчал. Ох, если это происходит, все, значит, уже какая-то болезнь образовалась. Люди не хотят задавать вопросы, потому что выходят боком. Надо с этим что-то делать. Следующий критерий умного менеджмента. Руководитель любого ранга всегда развивает то, когда у него есть стабильные встречи с руководителем более высокого ранга, чем он. Это как раз то, о чем я говорил на предыдущих слайдах. У любого руководителя должна быть встреча с его руководителем, потому что вы обсуждаете вопросы высокого порядка, чтобы этот руководитель был в контексте другого руководителя, чтобы они были сонастроены, для того, чтобы понятен был вектор развития, фокусы, чтобы выделились, а не утаивали какие-то вопросы. Вот поэтому эти встречи должны происходить. Допустим, я приведу в пример. У меня в ворк-классе мне очень нравилось с генеральным директором я встречался ежеквартально всегда. Настолько это меня мотивировало как сотрудника, как в подчинении, у генерального директора, меня это очень мотивировало, что я могу с генеральным директором поделиться с очень важными своими достижениями, своими идеями, а он меня всегда поддерживал либо корректировал. Меня это заряжало, вы знаете, на долгие-долгие, наверное, периоды. Поэтому такой вот хороший пример я хочу привести. Ну и такие же встречи у меня происходили с директором по продажам. Ну это просто необходимость, потому что я на своем месте размышляю и думаю совершенно по-другому, нежели руководить более высокого порядка. Вот и все. И для того, чтобы, ну это же ценно, когда твой подчиненный стремится расти. Это очень важно. Да, я встречал разные ситуации, когда руководитель не заинтересован растить подчиненных. Ну это уже, наверное, ответвление от хорошей системы. Но нормальная, здоровая система выглядит таким образом, чтобы твой подчиненный хотел быть генералом. Ну мне кажется, это для любого бизнеса всегда плюс. А тем более в такой период, когда с кадрами не супер все хорошо. Системно брать обратную связь. Системно брать обратную связь, во-первых, у сотрудников текущих и бывших и у клиентов текущих и бывших. Почему? Сотрудники это твоя внутренняя, так сказать, внутренняя работа. И клиенты это твой продукт. То есть ты работаешь сразу же в одномоменте в двух направлениях. Это с продуктом и с людьми, которые работают над увеличением прибыли. Обратите внимание, что я здесь написал. Системно брать обратную связь. Это означает, что вот эта задача А должна у вас стоять в каком-то из дне, когда я вам говорил про неделю. Либо неделье, либо периоде. Но минимум, мне кажется, к этому нужно возвращаться. Хотя бы начните раз в квартал. В идеале раз в месяц. Потому что сейчас настолько рынок быстро развивается, люди быстро развиваются. Но нужно быть всегда на кончиках пальцев это ощущать. А чтобы это чувствовать, ощущать, нужно это делать. Потому что это примерно такая же логика, когда мы берем обратную связь у ваших конкурентов. Это примерно про это. Следующий критерий умного менеджера это выяснять у клиента фактор, после которого он купил и не купил у вас. Как этот фактор выясняется? Либо НПСами, либо опросами, если есть отдел контроля качества, либо менеджером, который является фермером, который работает с клиентами. Но этот вопрос должен обязательно в его чек-листе для того, чтобы понимать на что делать акцент и что улучшать, что усиливать, либо что дополнять. Проводить КАЗДЭВы текущих и уволившихся сотрудников, почему они у вас работают, не работают и даже которые уволились с негативом. Ну, во-первых, КАЗДЭВ что такое? Это переводится КАЗДЭВ это анализ наверное вашей целевой аудитории. В данном случае целевая аудитория это ваши сотрудники. Ваши сотрудники понимать, что они ценят на работу, ради чего они у вас работают. И те, которые уволились, они много интересного скажут. Конечно же нужно смотреть вот так, потому что разные бывают причины, но это то самое наверное направление, в которое нужно идти, чтобы быть действительно умным и сильным менеджером текущей реалии. Ну и конечно же еще больше суперполезности, еще больше суперполезности и критериев умного менеджмента у меня в моей программе, поэтому обязательно имейте ввиду, поэтому вот этими всеми критериями вы воспользуетесь, даже если вы вот эти все или половину это все внедрите, передадите своим непосредственным сотрудникам, управленцам, также руководителям, либо свою работу, если вы сейчас руководитель отдела продаж в текущем положении. даже 50% того, что я вам раз, два, три, четыре, пять, шесть, из шести критериев сейчас анонсировал, это уже будет просто скачок вашей профессиональной деятельности и качество просто работы улучшится, а самое интересное, вам просто станет интереснее работать. Ну что, погнали дальше. Пятое, это формула успешной команды. Первая формула, с которой я хочу поделиться, это повысить качество отношений со своей командой, это не повысить зарплату, а помочь человеку в его развитии. Он любит вас, когда растет благодаря вам. Обучайте, развивайте, люди это сильно ценят. И, кстати, это вот момент к тому, что вот мои ежеквартальные, допустим, встречи были с генеральным директором. Мои ежемесячные встречи с директором по продажам. Мои, я благодарен компании World Class за то, что я очень много проходил обучение в синергии, в бизнес-школах. Я очень благодарен, что я соприкасался с сильными людьми. Благодаря этому я отработал семь лет, представляете, потому что мне было безумно интересно, потому что я вместе с компанией развивался, я с компанией рос. Я получал новые знания и новые примеры, и новые, наверное, новые задачи, решения и так далее. Поэтому, пожалуйста, эту формулу вбейте, так сказать, на своей доске, на своем ежедневке и принимайте в работу. И вот, кстати, очень хороший пример я хочу вам привести из моей практики, что люди ценят. Вот смотрите, что люди ценят. Вот эту обратную связь я получил, когда я уходил из компании World Class. Обратите внимание, что мне сотрудник написал в личку. Просто обратите внимание, что он ценит. Это одна из обратной связей. У меня их достаточно количество, не хочу сейчас время на это уделять, но здесь очень все хорошо подчеркиваю. Смотрите, что пишет. Ладно, Иван Булучев, который мне встречался в жизни. Я вам благодарна за опыт, за мой успех, за то, что верили в меня и я в себя верила. Выикнут, ну и такой лояльный пряник. Вы такой кнут, ну то такой лояльный кнут, но и пряник. Видите, наперед перспективы и задачи каждого менеджера. Я многому у вас училась, научилась, желаю вам удачи, самореализации и так далее. Видите, что люди оценивают? Люди хотят учиться, они хотят обучаться, хотят копировать, перенимать своих руководителей. Просто у меня, как управленца, всегда было такое правило. Если я прихожу в отдел продаж, хоть какую-то полезность в любом контакте, в любом касании сотрудников, я должен давать. Одному человеку, команде и так далее. Потому что я считал, что это основная мысль, миссия руководитель, я постоянно ей придерживался. У меня был сотрудник, один сотрудник говорит, Иван, что на сегодня вы нам дадите? Я хочу сегодня попробовать в работу внедрить. Блин, так круто, когда такие люди есть. Поэтому видите, что люди ценят, они хотят развиваться. кстати, еще вот у меня вспомнилась обратная связь одного из моих сотрудников, которые сказали, вы научили меня ошибаться. Она не боялась ошибаться, но если, конечно же, правильная обратная связь после ее ошибок делает. Если, конечно, я не говорю, что эти ошибки одна и та же повторяются из раза в раз, нет, не про это. Но отношение к ошибкам оно важно, потому что именно ошибки людей развивает, как сказал Киосаки, благодаря именно ошибкам он вырос в миллиардеры, благодаря своим ошибкам и неудачам. Полюбить их, объемить это ценно. Итак, формула номер два успешной команды это, она выглядит так. Успешная команда это, когда кого вы взяли на работу, плюс как вы выстраиваете с ними взаимоотношения, насколько они доверительны, какая у вас субординация, какой у вас стиль управления в компании. Кстати, про стиль управления на своем курсе я подробно разбираю, потому что их, ну знаете, их много этих стиль управления, и бирюзовый, и тоталитарный, и демократичный, и так далее, и так далее, их достаточное количество, этих стилей. Я, кстати, во многих стилях работал, я с бирюзовой работал, был такой опыт. Не буду сейчас давать оценку, это там отдельная тема разговора. Вот, и плюс, какой вы человек. Вот это формула успешной команды. Еще раз, формула успешной команды выглядит так. Во-первых, кого вы взяли, как вы выстраиваете взаимоотношения со своей командой, и какой вы человек. Какой вы человек позитивный, открытый, потому что команда чаще всего, чаще всего она копирует своих непосредственно руководить. Формула 3. Успех команды это ваше отношение к этим людям. Если вы относитесь к людям с пренебрежением, с такой короной, с завышенным эго, такая у вас и будет команда. Да, именно от этого зависит успех. Был как-то у меня недавно вебинар, я по Zoom общался с одним управленцем собственником компании, рядом сидели его подчиненные, не знаю, какие-то управляющие, может быть, какие-то соучредители, были какие-то совладельцы, неважно. Но, понимаете, он со мной общается, кажется, открытый, а рядом с ним люди все такие. Я по ним вижу, что они как бы у них в команде не принято проявлять так же активность и заинтересованность в дискуссии, потому что он прям, ну, я увидел, что у них тоталитарный стиль управления. И люди, которые рядом в его команде, наверное, боятся вообще что-то там обсуждать, что-то, наверное, в работу новую принимать и так далее. Ладно, надо ускориться, хочу сегодня всем поделиться. Шестое, про продуктивность. Продуктивность, это основное правило, основное правило продуктивности, это уметь не отвлекаться, это основное правило, и следить в каком вы состоянии на сегодняшний день. Потому что, например, когда я берусь за работу и хочу сделать презентацию, все, если я сейчас начинаю отвлекаться, либо презентация не очень хорошая получается, не с нужной энергией, либо эту презентацию делаю очень долго. Если вам получается делать какое-то дело, какую-то задачу без отвлекания, значит, у вас в пророкостинации все хорошо, она у вас просто отсутствует, значит, вы в порядке. А вы в порядке, значит, ваше состояние на текущий момент, оно здоровое, отдохнувшая голова, у вас позитивное мышление, у вас нет зашоренности на каких-то моментах, на каких-то проблемах. Поэтому все сильно зависит от состояния, потому что если ваше состояние сегодня потухшее, усталое, проводить собрание с командой противопоказано. Продуктивность у вас будет идти не в вашу пользу, если вы в состоянии в кавычках депрессии идете коммуницировать со своими людьми. Противопоказано. Знаете, есть еще такое правило, вот я на тренинге по продажам отдельную тему прорабатываю продажи по переписке, потому что сейчас очень много продаж в переписке идет, и там нужно тоже уметь продавать. Есть хорошее выражение, на которое я часто прослеживаю в деятельности. Если вам клиент задает вопрос какой-то, и вы сейчас в раздражительном состоянии, неважно по какой причине, отложи телефон. Ответь лучше на этот вопрос либо на это утверждение со временем, когда у тебя все это нужно выдохнуть, пережить это. В плохом состоянии, даже с клиента нельзя переписываться, понимаете? А вы уже говорите про команду. Нельзя. Про продуктивность, про продуктивность. Контроль. Также нужно контролировать потребляемый ваш контент. Кстати, сейчас вы правильно употребляете. Спасибо, что вы здесь. Вот. контроль потребляемого контента. Я, например, в какой-то момент понял, что меня не нужно для меня в какой-то момент контент, меня немножко растворяет и меня, наверное, отвлекает от моей основной деятельности, допустим, если говорить про 200 сентября. И у меня было порядка 500-400, не знаю. Я просто решил отказаться от большинства своих подписчиков, то не подписчиков, а подписок, да, и просто я сел и подумал, что я могу убрать из мусорного для меня контента. Это в основном это были развлекательные какие-то, либо обучающие, но обучающие, наверное, не ту сферу, где я сейчас хочу развиваться. Я четко понял, что контент, который я потребляю, должен сильно сократить. Вы знаете, и у меня мысли стали другие, я начал продуктивнее все делать, вот, я когда отписался от ненужного. Даже если вы сейчас на рабочем месте, к потребляемому контенту идет все, что угодно. Если вы на работе, не дай бог, с соцсетями балуетесь, иногда это можно отвлекаться, от работы, чтобы отдохнуть. Но потребляем контент, это и книжки, которые вы читаете, это соцсети, это ютубчики, это даже люди, которые вас окружают, даже мне приходилось от людей отстраняться, которые, наверное, являются контентом, который, на мой взгляд, не нужен на текущий момент. И к продуктивности относятся, относятся очень хорошее правило, лучшее правило, это чтобы сделать, начать сделать. Вроде звучит очень банально, но это правило повлияло на меня единожды, когда ко мне подошел руководитель мой один, и я с ним поделился, и говорю, слушай, я просто сейчас, он говорит, что у тебя, что тебя больше сейчас беспокоит, он говорит, у меня сейчас, я ему говорю, у меня сейчас столько дел, у меня столько задач, и я ему говорю, я просто не знаю, как мне себя взять в руки, а когда много задач незакрытых, ну, не знаю, как у вас, а меня это сильно беспокоит, меня это разрушает, у меня нервозность повышается, а если они еще переносятся из дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, я понимаю, что эти задачи нужно сделать, но я не могу их решить, сделать в моменте, потому что что-то постоянно меня отвлекает, это, кстати, не нужный контент, тоже есть в моей жизни, потому что эти задачи в основном, знаете, когда появляются, когда я беру всегда под себя все, когда я понял, что под себя все гребут, хочу быть для всех хорошим и правильным, вот тогда появляется очень много задач, которые я должен решить, либо я неправильно в тот момент управлял своей командой, поэтому, это мой минус, да, и он мне сказал очень банально это правило, Иван, просто возьми и сделай, я говорю, да ладно, а потом когда пришел к себе в офис, сел, думаю, дай-ка я в роли ученика буду, приму эту информацию за данность, уже не просто так мне о нем сказал, я просто сел за компьютер и просто то, что у меня сильно всегда, к чему я сильно всегда готовился, я начал делать, я начал сделать, вы знаете, я за вечер сделал, наверное, процентов 40 всех своих висяков, и мне это по сей день очень сильно помогает, звучит банально, но для меня это сильно работает, воспользуйтесь, если вам это поможет. А еще важно сильно следить не только за своей продуктивностью, но и за продуктивностью своей команды, очень важно оценивать, чем она дышит, чем она живет, как она работает, фото дня всегда делать, потому что сотрудник не должен быть перезагружен, не должен работать в 100%, у него должен быть задел работы как минимум 90%, потому что этот бэк 10%, он позволяет ему, наверное, сейчас иметь наличие воздуха, то есть он должен дышать грудью для того, чтобы для клиентов, если ваша команда работает с клиентами, он должен сеять, наверное, позитив, поэтому следите за продуктивностью, помогайте людям, они от вас полностью дождут. И, конечно же, у меня для вас очень, наверное, сегодня важный подарок, я хочу вам с ним поделиться, это диагностика, конечно же, эффективности и продуктивности вашей команды, если захотите, могу просто сделать диагностику эффективности и продуктивности вашей лично, для этого есть у меня различные инструменты, поэтому с удовольствием я хочу вам подарить сегодня подарок, сделать диагностику вас, либо вашей команды, вашего отдела продаж, работы отдела продаж, совершенно бесплатно, и чтобы этот подарок получить, записывайтесь на бесплатную мою экспресс-диагностику команды вот по этому QR-коду, фотографируйте, переходите, отправляйте мне ваши запросы, я с вами свяжусь, договоримся с вами о Zoom-встрече, и примерно нужно для этого минут 30-40, мы с вами беседуем, и я на диагностике распишу вам маршрут действий по решению текущих, например, самых болезненных вопросов, ну вдруг в какой-то момент вы не знаете, как его решить, либо может быть вы его не видите, как его можно решить, а благодаря там своему большому опыту я могу вам подсказать, почему нет, поэтому воспользуйтесь подарком, это всегда будет вам полезно, еще раз, если вы смотрите через телефон, сделайте принскрин экрана, дальше фотография сохраняется, фото, заходите в фотографию, нажимаете на сам QR-код этот, удерживаете, и переходите по ссылке Safari, и попадаете в Telegram, ой, не попадаете в Telegram канал, а как раз вы попадаете, эта ссылка на WhatsApp, и в WhatsApp там уже я для вас сделал для простоты текст уже сформированный, нужно только нажать отправить, все, вот, воспользуйтесь этим моментом, поэтому диагностику я вам эту бесплатно подарю, ура, мне кажется, это классный подарок, ну, если хотите, есть неудобность с QR-кода, вот мой телефон, вы можете его себе сохранить, на него написать, хочу диагностику, я с вами свяжусь, мы с вами классно поработаем, эта диагностика подходит для руководителей любого ранга, для там, для собственников, бизнеса, для менеджеров по продажам, для руководителей отдела продаж, в общем, воспользуйтесь этим, потому что диагностике могу помочь подсветить то, на что никогда не обращаю внимания, вот, надеюсь, все успели, да, подарок классный, как растить сотрудников, в первую очередь, чтобы растить сотрудника, нужно не бояться наделять полномочиями, нужно не бояться наделять полномочиями, а что это такое, да, есть у каждого руководителя фобия, что вот я сейчас ему позволю на своем, так сказать, под своим ракурсом принимать какие-то решения, я не могу, мне страшно, но, а как вы хотели, чтобы сделать команду сильную, успешную, нужно сделать таким образом, чтобы люди брали на себя полномочия, полномочия, решали их, наверное, какие-то важные задачи, давайте начините с мелочей, и сами принимали решения, вы знаете, я часто встречался с моментами, когда руководитель, казалось бы, имеет там подчинение там больше 10 человек, он обращался к своему руководителю, даже, чтобы согласовать лифлет, какой шрифт, представляете, это даже, это такое отсутствие полномочий разрушает, либо согласовать, согласовать, не знаю, отпуск для сотрудника, я и с таким сталкивался, или согласовать возврат, возврат можно согласовать, это же деньги тоже и из его копилки, но если при здоровой системе лояльности в компании, то полномочиями, наделять полномочиями, это развитие, я когда работал в компании Евросеть, я был пацан 24 года, 23-24 года, у меня были такие полномочия, что я управлял и маркетингом, и ценообразованием, и рекламным направлением, и сотрудниками, и ассортиментом, в общем, у меня была полномочия масса, и благодаря этому, наверное, я начал расти быстро-быстро-быстро для того, чтобы все вот эти моменты изучить, вот, поэтому, второе, это кураторство и наставничество, делать таким образом, чтобы люди умели курировать и наставлять, ну, хороший пример, это новичков курировать, сотрудников, которые отстают, либо какие-то либо фрочайзинговые, либо другие направления в вашей компании. Третье, повышать лояльность к компании. Как ее нужно повышать? Это, это в первую очередь, какие-то совместные мероприятия, это куча обучений, повышать лояльность. Если сотрудник понимает, что в его обучение вкладывается компания, значит, ему хочется быть лояльным. Лояльность нездоровая, когда даже люди червоточат, в кавычках, в курилках, либо там, в столовках. Это значит, что с лояльностью тоже какие-то вопросы. Также лояльность сильно повышает, это, наверное, быть в правильном информационном поле, чтобы сотруднику не хотелось додумывать. И четвертое, поощрять, отмечать, выделять, награждать людей за достижения их. Это тоже их наделяет, наделяет позитивом. Ну и пятое, обучать, инвестировать в людей. Сейчас особенно это актуально, особенно это актуально в период, когда людей на рынке мало. Все же вы знаете, сейчас та самая яма в подборе персонала, людей все меньше. Почему? Потому что сейчас это эхо 90-х. Рождаемость была слабая, поэтому тот самый возраст, который мы сейчас оцениваем, необходим для работы, это вот яма. Для того, чтобы людей постоянно не искать, нужно их правильно удерживать. А чтобы их правильно удерживать, в них нужно вкладываться, их обучать. Поэтому пора уже мыслить по-зрослому. Людей в бюджет вкладывать обучение и развитие команды это просто необходимая необходимость. Вот и все. Вот. И, конечно же, научиться слушать людей, быть открытыми к любым предложениям, к любым вопросам людей, потому что глупых вопросов не бывает. Самый глупый вопрос это незаметные вопросы. Ну, конечно же, на программе по управлению у меня еще очень много про то, что я рассказываю, чему я обучаю. Это как проявляться, чтобы заметили, да, то есть рост по карьерной лестнице, как расти, чтобы я получал удовольствие от работы и результат. Как бороться с текучкой кадров, какой самый эффективный стиль управления, какие табу в работе руководителя, какие требования к постановке задач. Руководитель глазами сотрудника, как вообще он выглядит, как сделать работу без напрягов и с высокой отдачей, как работать с отчетностью, как проводить собрание, что такое операционка, можно ею пренебрегать или нет. Работа с дерзкими сотрудниками, как проводить адаптацию новых людей, самая эффективная система мотивации, какая она, какая лучше всего для меня подходит. Портреты рабочего дня, оптимизация бизнес-процессов, субординация, планирование и постановка задач в команде, как развивать людей, чтобы они были благодарны. Вот это и многое другое, все это даю на своем курсе, как называется умное управление, которое подходит для управленцев, для руководителей текущих, либо тех, кто планирует, хочет им стать. Блин, как это круто, когда есть, где получить такие знания. Это все подходит для этих людей. И многое другое у меня на программе это сильно упростит вашу работу и действительно повысить ее результативность, а главное появится желание работать, работа у вас будет по любви. И, конечно же, если все эти навыки вы примените в работе, не только будет финансовый результат расти в гору, но и результат профессиональный у вас будет вообще на голову выше других. Этими знаниями вы будете пользоваться не только на текущем месте работой, но и последующих. Вот так. Поэтому, если вам это интересно, вам это важно, вам и вашим людям, если смотрят меня руководители, собственники бизнесов, либо генеральные директора, либо HR, да, директора по HR, обратите внимание на обучение ваших людей, обращайтесь, радуют помочь, на диагностике вы можете мне как раз вопрос задать. Вернуйтесь к диагностике, да, вот этот вот QR-код, где вы можете диагностику от меня бесплатно получить, сканируйте, переходите, отправляйте заявки, рад буду с вами встретиться. Итак, если хотите узнать подробности про программу, кстати, умное управление для руководителей, да, вот то, что вот я здесь описал, и подробности, как вообще проходит обучение, как происходит, происходит наставление, у меня есть обучение и в мини-группах, и в личной работе, я с каждым человеком могу отдельно проработать, и, конечно же, есть оффлайновое обучение, когда я выезжаю в компанию и провожу работу вживую, в оффлайне, непосредственно в компании. Провожу обучение в любом городе, в любом городе, да, вот, поэтому, если это в оффлайне, если в онлайне, то, еще раз повторюсь, это мини-группа и корпоративное обучение, и персональное. Поэтому оставляйте заявку тут, я пришлю вам содержание и, конечно же, цены, сколько это стоит, поэтому, и, кстати, очень такой, значит, спойлер, любое мое обучение окупается часто, очень часто, обычно, за месяц. Поэтому любое вложение, инвестирование в свое образование, в свое обучение, в свои навыки, это самое сильное, наверное, и самое правильное ваше решение, поэтому все, что мы вокруг себя покупаем, это иметь свой конец, а окупленные знания и навыки, они всегда с вами. Поэтому обратите на это внимание, если вам не безразличны качество работы. Вот, и, конечно же, по скриптам, шесть способов, чтобы быть крутым лидером, я хочу с вами поделиться. Первое, не бойтесь провала, делать, не дожидаясь, когда ты будешь полностью готов, да, лучше начните сделать, потом подкорректируйте. Да, может быть, отказаться промечивым, там, качество пострадает, нет, но, если вы будете долго запрягать, в итоге, вообще, никогда не придете. Второе правило, чтобы быть крутым лидером, делать быстрее, чем другие, хотя бы на чуть-чуть. Это касается и внутренней работы, и внешней работы. Третье, быть открытым для критики и для новых знаний. быть открытым. Для новых знаний это занимать часто позиции ученика, да, вот, и быть открытым для критики, приходить по вашей инициативе, к вашим подчиненным, к вашим вышестоящим руководителям, к незнакомым, к членам семьи с просьбой получить критику, любую. К ней нужно относиться с точки зрения принятия, дальше, потом ее прорабатывать. Это работа и с эго, и с короной и так далее. Сильно поможет. Четвертое правило. Работать над эго. С эго я работаю каждый день. Эго, оно бывает позитивное, негативное. Если мы говорим про негативное, то пункт 3 сильно это убирает. Пятое правило, пятый способ, чтобы быть крутым лидером, быть скромным и, ну, при этом активным. Скромность накрасит людей, скромность, она подчеркивает ваш профессионализм. Скромность, это когда вы знаете себе цену и своим навыкам. Поэтому скромность и активность, это должны идти, наверное, неразрызно. Ну, и шестое правило, шестое правило, которое постоянно, нужно постоянно меняться и улучшаться. Нужно постоянно меняться и улучшаться, поэтому вот это тоже очень важный аспект для того, чтобы быть крутым руководителем. А меняться и улучшаться позволяют не только различные обучения бизнесовые, но это и те знания, которые развивают вас как человека, как личность, чтобы был у вас жизненный опыт правильный. Это ходить на те мероприятия, которые вас наполняют. Возможно, и опера в вашей жизни может появиться, и театр, спектакль, и правильные, сложные книги, сложные книги. Не привыкайте свой ум к простым книжкам, как в детстве, простой язык. Развивает, наверное, все нейронные связи и тяжелые книжки, где сложный язык. Например, Достоевский для многих сложный, значит, нужно идти и читать его. Вот. У меня все на сегодняшний день. Видите, я почти уложился за час. Спасибо большое вам за внимание. Если у вас есть вопросы, пишите сейчас в чате. Если вы будете смотреть в записи, вот, пожалуйста, пишите мне в эти сервисы, это QR-код моей соцсети, есть телеграм-канал, переходите, повторюсь, на этом канале, я делюсь с вами материалом, то, что связано с продажами, с управлением персонала, с управлением команды. Подписывайтесь, получайте много полезных инсайтов, забирайте, там полезные документы есть, в частности, те самые вопросы, которые можно задавать на собеседованиях, там ошибки в продажах и так далее, ну много полезных. И справа это моя визитка, вы можете ее отсканировать и сразу же мой контакт вбить себе в телефон и те моменты, которые вас заинтересовали, вы можете всегда мне задать вопрос. Ну и сверху мой телефон, также я думаю, что он должен быть в вашей книжке. Вот. Подписывайтесь, буду вам благодарен, не забывайте меня транслировать в соцсетях. Татьяна, спасибо большое, что вам зашло, что эта информация для вас нужная, мне это очень полезно, мне очень приятно, что сегодня я был для вас нужным. Добро пожаловать в мир управления, в мир умного управления, в мир качественного управления, чтобы менеджмент ваш развивался, от этого росло качества ваших сотрудников и продажи шлифбору. Спасибо большое. Мария. Спасибо большое за эфир, Иван. Мы с вами на связи. Эфир был действительно полезным, тоже была за кадром, все слушала. Я вам. Благодарю вас и до новых встреч. Спасибо, спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok